Давайте начинайте, да. Да, к тому времени, когда мы расскажем, когда я подойду к слайдам, которые касаются очередного этапа нашей работы, а мне кажется, что как раз мы вам благодарны за этот, наверное, двухнедельный перерыв, потому что мы как раз за эти две недели сформировали то, что в самом форсайте, да. Если мы раньше работали с технологиями, то сейчас как раз последние две недели были посвящены тому, что мы определяли невозможные задачи, да, которые мы тут же переформатировали как амбициозные задачи. И наша задача была найти среди нашего экспертного сообщества те инициативные группы, тех инициаторов, которые возьмут на себя смелость в первую очередь описать эти амбициозные задачи, ну а самое главное при утверждении рабочей карты приступить к их реализации. Поэтому начинаем, да. Начали мы свою работу вместе со всеми. Изначально ЭКОНЭТ был определен, вы здесь видите, как технологию глубокого анализа и управления климатом, создания экспериментальных и суперлокальных климатических зон, восстановления биоразнообразия, мусор как ресурс. Вот на старте у нас было такое экспертное сообщество, среди них 90 человек экспертов проявили интерес к работе рабочей группы, ну и рабочая группа в постоянном составе составляет 25 человек, то есть те или другие эксперты по мере целесообразности и необходимости и желания подключаются к работе рабочей группы и составляют тут здоровый костяк. Давайте второй слайд посмотрим. Ну и очень важно, что на сегодняшний день мы приняли решение и переформатировали определение рынка. Это рабочее название, которое сейчас находится на обсуждении в экспертном сообществе и к концу форсайта оно примет окончательное свое отображение. Ну и очень важно, мы сделали глоссарий, так как эксперты у нас из разных областей и вот вы видите, мы дали новое определение рынка, тут же появились слова экологичные, чистые, зеленые технологии. В глоссарии мы описали, что это такое и любой эксперт может познакомиться с полным глоссарием. Точно так же и очень важно, мы считаем, что это наше основное конкурентное преимущество, мы в общем-то являемся технологиями новой экономики, экономики замкнутого цифра. То есть в настоящий момент мы считаем, что именно рынок экономик будет тем инструментом, который позволит перейти от венения экономики к экономике замкнутого цифра. Давайте следующий слайд. Все наши с вами стратегические документы приняты на национальном уровне и на мировом масштабе, да, они все как раз касаются перехода к экономике замкнутого цифра и к реализации цели устойчивого развития, которые на сегодняшний день и Россия тоже совсем недавно объявила о своих амбициях по их реализации. Эти тренды уже на предыдущих обсуждениях были показаны. Давайте следующий слайд. Как в нем в кино, будем смотреть титры. Ну и просто освежать в памяти то, что уже было нами пройдено. Читаем из косок, да, а в то же время все это помещено непосредственно во всех материалах нашей форсайт-группы. Дальше, пожалуйста. Вот. Ну, очень важно, конечно, было, потому что как мы определились с трендами, это определить те сегменты рынка экономики, потому что вы видите, при описании рынка это достаточно такое масштабное описание. И, конечно, в первую очередь задача была не объять необъятное, да, а выделить те сегменты, те группы сегментов рынка и сегментировать рынок, во-первых, исходя из возможностей самого экспертного сообщества, далее, опираясь на тех экспертов, которые дарили согласие работать в форсайте, ну и, естественно, на компетенции членов рабочей группы, которые активно взялись эти сегменты не только определить, да, но и развивать в рамках форсайта. Дальше, пожалуйста. Ну, вот видите, эти сегменты на предыдущей нашей презентации очень подробно нашими коллегами были описаны, были предметом широкой дискуссии, многие ваши замечания, предложения были учтены при дальнейшей разработке. Давайте дальше посмотрим, как результаты нашей работы. Ну, вы видите, в любом случае, это очень широкий спектр, и очень важно, что очень многие сегменты рынка перекликаются с рынками, которые в настоящий момент, другими рынками, которые в настоящий момент формируются в рамках форсайтов национально-экономической инициативы. Дальше, давайте посмотрим. Ну, вот экологически чистые зеленые технологии, которые впереди были определены в Ассарии, и, может быть, тут чуть-чуть я останавливаюсь больше, потому что я взял на себя смелость от имени Санкт-Петербургского кластера чистой технологии городской среды, которые участвуют в разработке форсайта МТ и Эконет, взяли на себя и представление, и разработку этого сегмента рынка. Ну, вот видите, даже здесь мы видим, как и широкий спектр технологий охватывает этот сегмент рынка, и опять мы видим, что очень многие технологии являются переходными, сквозными от одного рынка к другому. То есть не только здесь сквозные технологии, которые проходят через все рынки, но есть и такие технологии, которые охватывают один, два, три рынка. И, естественно, в данном случае эти технологии могут только усилиться от совместной работы рабочих групп по формированию каких-то общих межрыночных совместных проектов. Вот сквозные технологии. Здесь вы видите, для себя мы определили, вот это, наверное, очень важно, здесь можно остановиться и опять отметить конкурентное преимущество непосредственно нашего рынка, что именно в рынке Эконет существуют свои собственные зеленые финансы для профилей технологии. И очень хорошо, что в данном случае эти зеленые финансы описаны, как финансовые инструменты, описан перечень зеленых проектов, с ними можно познакомиться и в ГЛОСА, и в литературе, которая выложена, в полезной литературе, которая тоже выложена на фортсайты, как на фортсайте МТИ 2035, так и на МТИ 25, так и на фортсайте МТИ Эконет. Поэтому опять наши коллеги из других рынков могут познакомиться с этими зелеными проектами, точно так же вместе с нами принять участие в развитии и освоении этого сегмента рынка, который мы считаем, что может быть сквозным не только в рамках нашего рынка и наших сегментов, но точно так же перекликаться и на ваши рынки. Тем самым, естественно, усилить, собственно, сами зеленые финансы, наполнить их реальность содержания. Дальше, пожалуйста. Ну вот мы перешли к нашим невозможным задачам, которые мы еще раз хочу сказать, что благодаря нашим инициативам участников экспертного сообщества, экспертов и членов рабочей группы мы трансформировали в амбициозные задачи. Ну, в первую очередь, сначала мы, наверное, их структурировали по направлениям, вы видите, уже вот мы про презентацию выкладывали, наши коллеги высказывали рекомендации и замечания по поводу наполнения, глубины наполнения этих направлений. Но хотел отметить, что вместе с глоссарием, который мы вам предлагаем познакомиться, мы точно так же используем и глоссарии, которые нам предложили организаторы МТИ Канет. И вот эти слова, как заделы рынка, направления различные и все остальное, что я буду здесь приводить, это все взято, предложено, рекомендовано нашими организаторами. И это нам позволяет с вами говорить на одном языке. Но, в любом случае, большое спасибо за уже первые комментарии, которые мы получили со вчерашнего дня. И мы, конечно, будем большим удовольствием с ними работать. Ну, и в первую очередь, конечно, мы надеемся, что это был комментарий не только с предложением более глубокой проработки, но и с самими предложениями, которые позволят эту глубокую проработку осуществить. Потому что то, что мы показали, уже является предметом нашего мозгового штурма на протяжении практически двух побочек людей. Дальше, пожалуйста. Ну вот, мне кажется, самое интересное, которое мы должны стать обязательно предметом нашей с вами совместной дискуссии, это вот эти невозможные, ставшие амбициозными задачами, эти творческие решения, дерзкие решения, которые очень великие барьеры, которые мы сегодня вам предлагаем вашему вниманию. Если вы обратили внимание, большая часть из них на самом деле амбициозна и начинается, со слов, стать мировым лидером. Есть задачи, которые коллеги еще не определили, как мировое лидерство или мировое господство российского рынка, экономика на мировом рынке, экономике замкнутого цикла. Но все равно остальные тоже являются очень важными. Я думаю, что коллеги по мере разработки этих амбициозных задач тоже возьмут на себя и попытку сформировать мировое лидерство. Ну и очень важно, вы видите, наверху выделено отдельно, оно не определяется, то есть это тоже является задачей, но, естественно, не берется нами как инициатива. Мы считаем, что эта инициатива должна быть сформирована на представительных органов власти. Конечно, на национальном уровне, помимо стратегических документов, которые на настоящий момент уже определяют возможности рынка экономики, это все трансформировалось в комплекс мер, оформленный нормативно-правовыми актами на государственном уровне, как на федеральном, так и в дальнейшем на региональном уровне. И, конечно, очень важно, это наша надежда, что в рамках разработки форсайта и появления дорожной карты мы дадим хорошее обоснование и социальный запрос от бизнес-сообщества, от гражданского общества по формированию национальной политики, по поддержке национальной инициативы ЭКОНЕТ именно с целью внедрения принципов зеленой экономики в России. Дальше, пожалуйста. Ну и хотелось бы вот в данном случае на как бы так, а что позволяет нам, вот экспертному сообществу, конкретно экспертам и членам рабочей группы, каждому из нас в отдельности претендовать на такие столь амбициозные задачи. И поэтому я взял на себя смелость очень коротко представить профиль одного из участников, в данном случае, то бишь Санкт-Петербургского кластера чистых технологий, который позволяет говорить об этих амбициозных задачах, и позволит развернуть дискуссию в рамках тех компетенций, которые мы обладаем на сегодняшний день. Ну вот вы видите, здесь год создания, 14-й, да, вот прошло 5 лет, и 5 лет назад мы точно так же пользовались глоссарием, да, и знакомились, что такое чистые технологии. Для меня это сначала было вообще таком банкопомещением, а теперь это превратилось в целую отрасль. На сегодняшний день географический кластер, вы видите, кластер не только представлен Санкт-Петербургом, а и северо-западным округом, да, у нас есть представители Курганской области и Республики Татарстан, и очень важно, мы являемся международным кластером априор и де-юро и де-факто, есть представители Европейского Союза, Японии, Доминиканской Республики, мы имеем представительство во многих регионах Российской Федерации, за рубежом, ну и очень важно, собственно, кластер и чистые технологии, уже как сегмент рынка российского, да, интегрирован в международное сообщество, международную сегментацию рынка чистых технологий, мы являемся членами глобальной ассоциации кластеров чистых технологий. На сегодняшний день мировой рынок чистых технологий охватывает 55 национальных кластеров и более 10 тысяч компаний. Мы члены регионального Балтийского альянса, это тоже очень важно, здесь мы используем свои конкурентные преимущества в рамках территории, да, и возможности работать в международных программах, которые, к сожалению, на сегодняшний день лишены многие другие регионы. Вот здесь кадровый задел показан, вы видите, в составе здесь как высшее образовательное учреждение, как среднее профессиональное образование учреждения, и что очень важно, существуют и объединения непрофессиональные, да, то есть есть кластер неформального образования в интересах устойчивого развития, есть уральская экологическая инициатива, то есть на самом деле я вижу, это и позволяет нам заявлять те амбиции, о которых вы видели на предыдущем слайде. Но в то же время, так помимо, как бы, структуры биографии, охвата биографии, помимо возможности кадрового, то есть образовательного потенциала, естественно, очень важен, а существуют ли в данном случае у нас технологические и научные заделы. Ну, собственно, здесь показано, что на следующий день каким-то заделом, ну так, самыми широкими мазками в области чистых технологий, прямо, на значении имеется классов чистых войск в Санкт-Петербурге. Хотел сказать, что, естественно, Санкт-Петербург не является монополистом области чистых войск, даже на территории Санкт-Петербурга. И, естественно, я абсолютно уверен, что социологические заделы и научные заделы в этой области и в Санкт-Петербурге, и в России значительно больше и шире. И именно, мне кажется, задача и сама инициатива ЭКОНЭТ, и нашей инициативы, и нашего участия в этой инициативе, это по расширению наших компетенций, расширения и технологического, и научного задела, и кадрового задела, и в том числе расширения географического задела в этих сегментах, в этом сегменте рынка. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и опять, теперь, а что это трансформируется? Почему мы взяли на себя амбиции стать лидерами как в области чистых технологий, как в области промышленного сенглеза, так и в привлечении зеленых финансов в Россию? Это вот показаны реально существующие и работающие проекты. Они как раз вот очень важны, что это не отдельные технологии. Это вот и как кластерные цепочки внутри города. Вы видите 10 городских проектов, которые связаны с устойчивым развитием города Санкт-Петербурга. Это международный проект с международным финансированием. С международным проектом мы даже показали финансирование, то есть это финансирование и Российской Федерации, и Европейского Союза. Это те проекты, которые, ну, просто вложатся в АНТ и КАНЭТ, и я абсолютно уверен, что и другие участники нашего экспертного сообщества точно так же могут и дополнить наш сегмент рынка, и точно так же представить собственное сегмент рынка. Ну, и, наверное, хотел бы отметить очень важный элемент. Это вот флаганский проект, да, Кластер Руссоучвозит 2030, который в свою очередь уже объединил не только отдельный, не только является отдельным проектом, да, но это уже проект, который в свою очередь объединяет проекты разных программ поддержки. И вот как раз, мне кажется, основное предконкурентное преимущество национальной технологической инициативы, что подобная платформа может быть продолжить свое функционирование и проекты, и других, да, и других участников, и тем самым значительным усилием нашей возможности, как по привлечению экспертного сообщества, потому что невозможно, да, понятно, нам с вами претендовать на мировое лидерство, если мы не будем опираться на мировое экспертное сообщество, если мы, в первую очередь, не сможем заслужить высоких оценок в стране международной экспертизы. И все, по-моему, это последний слайд, да. Я хотел бы... А, ну, извините, это как раз... Вот этот, на самом деле, последний слайд. Я еще раз хотел коллегам от других рынков показать, что рынок ЭКОНЭК — это, в первую очередь, рынок экономики замкнутого цикла. Это очень важно, что вот еще раз перед презентацией я посмотрел доклад о человеческом развитии в Российской Федерации, который представлен в Министерстве Центра при правительстве Российской Федерации. Там выделено из 17 целей устойчивого развития, 9 целей... Для реализации 9 целей для устойчивого развития в Российской Федерации рынок ЭКОНЭК является одним из инструментов достижения этих целей. В то же время, я думаю, наши коллеги, если посмотрят эти цели из других рынков, точно также найдут и там свою. Тем самым, стратегические документы, стратегическое направление наше с вами выбрано верно, мы ведем все свои вместе в нужном, в одном и том же направлении, дружной командой. Ну и хотелось еще раз подчеркнуть, возвращаясь к вопросу о деленных финансах и сквозных технологиях, инструментарии. А всегда, когда здесь хорошая амбиция, но если нет денег, так это остается в мечтах. При наличии финансирования источников есть шанс реализовать эти амбиции на практике. Вот, собственно, по оценке ООН, только для реализации этих целей, в которых и Россия планирует, заявили себе участвовать и будет постоянно докладывать о реализации своей цели, устойчивого развития за 30 миллионов долларов. А если взять сегменты нечистых технологий, которые мы взяли на себя смелость предложить и вести в рамках рынка НТИ и Канет, это, видите, почти 6 миллионов долларов. Ну, по нашему, в 2020 году эта сумма достигнет 10. Я уже закончил. Да, да, хотела вас закруглить и на самом деле спросить, есть ли у вас какой-то запрос к рынкам, ой, к рынкам, к экспертам. Вот эксперты, которые собрались, есть ли какой-то у группы конкретный запрос к ним? Да, мы же участвовали с коллегами в первой сессии между рынками. Там была активная... Ну, скорее всего, это было знакомство, появились первые проекты, они уже... Нет, Николай, я немножко не про это. Вот эксперты, которые у нас сейчас собрались на... Ой, я не знаю, кто там собрался, извините за безграмотность. А вопрос же не в том, что... Они же не представлены. Нет, хорошо. Ну, так а зачем говорить о том, если там никого нет, да? Вот есть представители, каких рынков, если они здесь заедут? Николай, какие-то конкретные вопросы есть сейчас, на которых я готовы получить ответы? То есть у вас, допустим, есть тематика, которую вы хотите обсудить, запросы к внешним экспертам. Вы сейчас можете это озвучить. Можно я завершу тогда, да? Мой вопрос единственный. Я закончу, да? Мы вам представили наши амбициозные инициативы на примере одного из участников, показали профиль. Остальные не хуже, а только лучше. И мой запрос достаточно простой. Мне хотелось бы получить предложение от коллег по других рынкам и от организаторов форс-сайта, от которых я бы не смог отказаться, которые только усилили позиции и рынка Econet, и тех сегментов, за которые мы взяли на себя ответственность. Спасибо. Дорогие коллеги, Сергей Миленин, рабочая группа Econet. Я бы хотел дополнить то, что вот сейчас блестяще доложил Николай Владимирович Петеримов, ну, в части вопросов. Естественно, мы, наш процесс идет, идет очень активно. В отличие от других рабочих групп, которые сейчас докладывают свои результаты, мы сформировались, ну, буквально, там, несколько недель назад. Поэтому все, что вы сегодня слышали, это результаты такого вот значительной степени мозгового штурма. И, конечно, ваш вклад и ваше видение для нас очень важно, в первую очередь, в части понимания и формулирования возможных продуктов Econet. Потому что мы интенсивно думаем, размышляем, выбираем какие-то перспективные направления. Но, естественно, взгляд со стороны ваш и ваши ожидания от Econet, если вы сможете озвучить, нам это очень поможет. Вот я думаю, что в дополнение к тому, что сказал Николай Владимирович, вот этот вопрос для нас один из основных. Спасибо. Коллеги, кто-то готов прокомментировать презентацию группы рабочей, задать вопросы? Александр Якутов поднял, пожалуйста. Добрый день. Коллеги, я изучил презентацию. И у меня вопрос сразу, наверное, к нескольким. Если мы говорим про организаторов НТИ, можно ли мне дать доступ к глоссарию? Мне присылают доступ к глоссарию, но он не открывается в Slack. Соответственно, вопрос по слайдам. Мне открыть презентацию, чтобы было удобнее смотреть. Секундочку. Тем более, я их демонстрировал. Итак, первое, значит, глоссарий. Просьба предоставить, потому что я, честно говоря, запарываюсь на понимании, что такое задело рынка по направлениям. Я всегда считал, что задело – это то, что мы имеем и что мы можем использовать для дальнейшего развития. Видимо, мои не совпадают, да? Прошу предоставить. Дальше. По сегментам. В каждом сегменте… На самом деле, вот правый, Александр. То есть я прав. То есть это то, что есть, и мы можем использовать? Да. Ну, тогда этот слайд… Это определение за дело. Да, да. Ну, я… Ты жил в такой парадигме, но я, судя по тому, что написано на сайте, на мой взгляд, у нас нет этого, и мы не можем это использовать с того, что было прописано. Тут набор различных технологий, я описывал это в слайде, в комментариях, и поэтому давайте внесем понимание, все-таки, что мы подозреваем под этим термином и что должно… Куда мы должны двигаться, да? На что мы можем опираться. А следующий у меня вопрос к сегментам рынка. Ну, во-первых, вопрос к человеку, который оформляет презентацию, то есть тут где-то точки посередине, где-то точки в конце, что-то с большой буквы, что-то с маленькой буквы, просьба оформить красиво. И по поводу тут хаотичное расположение технологий. Я, опять же, описывал, то есть у вас в одном и том же сегменте, сейчас секундочку, мониторинг моделирования, вот, допустим, жилье, да? Мы говорим что-то, что связано с людьми, устойчивая живая инфраструктура. У нас также есть… В нее наверняка ходят возобновляемые источники энергии. В нее также входит утилизация в рамках этой инфраструктуры. Можно ли это структуризировать и сказать, что вот это какие-то подразделы ее, То есть, допустим, жилье. У жилья есть там энергообеспечение, водоснабжение, там какая-то… Ну, то есть набор сейчас даже не по алфавиту упорядоченный. Просто мы накидали того, что было, кто что предложил. Просьба как-то это структурировать. И больше всего вопросов, конечно, к этому слайду, амбициозной задачи. Я искренне не знаю, какая стояла задача, но даже пометил. Ну, значит, формирование политических решений, я вообще… Крутой термин, но что означает, вообще мне непонятно. То есть вы формируете политические решения или способствуете формированию политических решений. Ну, я вообще даже сомневаюсь, что оно работоспособно и имеет какое-то обоснование. То есть, может быть, какие-то проекты нормативных документов, какие-то проекты, не знаю, законодательных еще, каких-то актов, каких-то там соглашений. Но политических решений, мне кажется, ужасно используют. Дальше. Правая часть. Стать пионером и лидером по объемам рынка обеспечения и обслуживания систем поставок многоразовой тары и упаковки индивидуальной, ритейл и транспортной. Ну, оно либо не сформулировано не так, как должно быть, да, потому что мы убираем скобки, вроде считаем, стать пионером и лидером обеспечения и обслуживания систем поставок многоразовой тары и упаковки индивидуальной и транспортной. Кому поставки? Куда поставки? Для чего поставить? Ну, я во всем случае, извините, не разобрался. Стать лидером обработки и производства компактной системы диагностики параметров состояния среды. Вы везде, на сайтах у вас отдельное подразделение моделирования. У вас ни один из этих пунктов не включает моделирование. Вот, он может быть единственный. Пожалуйста, ну, добавьте моделирование. Это уже ваш конек, мне кажется. Кому как и не вам делать эту цифровую планету, двойник, который может имитировать, там, как у нас разольется, у вас промоделирование здесь вообще минимум. Стать лидером в пропаганде экопатриотизма в стране. Блин, ну это юнармия у нас получается тогда. То есть у нас не образовательная система, а повышение образованности, восприимчивости людей какой-то. Но пропаганда, на мой взгляд, это неправильные употребляемые слова для данной тематики. И вот, ну, наверное, последнее, закончу. Внедрение глобальной системы оперативного технологического реагирования в целях защиты окружающей среды. Реагирование на что? На какие-то катастрофы, на какие-то проблемы. Ну, проще, наверное, тут с терминологиями кто-то оформлял просьбы оформить так, чтобы было читабельно. И от НТИ дать доступ к классариуму. Спасибо большое. Я могу ответить, да? Да, Кокомитевич. Да, большое спасибо. Ну, во-первых, я, честно говоря, был абсолютно уверен, что в первую очередь вы будете критиковать наши амбиции, стать мировыми лидерами. А это мне, с вашей стороны, мы не услышали. Большое вам спасибо в то, что вы верите в наши способности. Ваши замечания по справедливой, которую вы сделали по нашим бункам. Большое вам спасибо. И я как раз еще раз хотела отметить, что вот эта возможность выкладывать рабочие материалы перед профессиональным сообществом, в том числе, включая и экспертов НТИ, очень для нас важно. Поэтому вы увидите некоторые пункты, которые нам удалось сформировать, уже описать более кратко и показать профиль участника, да? И показать вам те наши амбиции, которые на сегодняшний день находятся в стадии обсуждения, да? И как раз очень нуждаются в ваших критических замечаниях и рекомендациях. Так что большое вам спасибо. И мы, конечно, нашим коллегам, которые инициировали вот эти амбициозные задачи, обязательно передадим. Будем вам очень благодарны, если вы не только к ним, но и нам сделаете рекомендации, в том числе и мне, потому что мне было бы это очень любопытно и очень интересно. Я пока не уверен, что все, что мы делаем в рамках форсайта, точно соответствует вашим требованиям и вашим ожиданиям. Спасибо большое. Анна, можно я дополню? Сергей Миленев. Да, дополните. И, коллеги, кто хочет прокомментировать все-таки результаты работы группы, поднимайте руку, пожалуйста. Сергей, да, говорите. Да, смотрите. Значит, ну, Александр, спасибо вам большое. Вы у нас последовательный помощник, критик, и нам помогаете совершенствоваться. Значит, два момента. Первый. То, что мы, вот как и вы, да, мы находимся, вы, судя по вашим вопросам, не владеете методологией форсайта в том виде, как мы сейчас занимаемся. И мы тоже ей не владеем. И мы ее осваиваем с колес под руководством модераторов. Поэтому мы, вот вы можете нам не верить, но мы, когда приходим на совещание, мы не знаем, какие вопросы нам будут задаваться. И отсюда проистекают многие ляпы содержательные, которые вы наблюдаете. Поэтому здесь, как бы, ну, я исхожу из того, что методология нас в конце приведет к некому стройной конструкции. Второе. Про слайды с перечнем задач. Значит, ну, там сверху написано, что это не системное изложение, да, иерархическое какое-то, а это примеры. Да, и написано это не случайно. Потому что мы последовательно приходим к видению некому системному. И исходим из того, что в заключительных уже этапах это системное видение будет отражено. Теперь про моделирование. Ну, моделирование очень важный компонент. И мы с вами говорили и про вычислительные мощности, которые для этого нужны, и даже про квантовые компьютеры порассуждали. Значит, здесь смысл в том, что это, да, это сквозная задача, она очень важная, и мы обязательно ее отразим. Вот, потому что она стоит того, чтобы ее отразили. Вот. Спасибо. Я думаю, что мое дополнение закончено. Спасибо, Сергей. Коллеги, кто хочет прокомментировать результаты работы группы? Обратная связь очень важна, и это поможет дальше продвигаться в форсайте рынка и канала. Может быть, платформа МТИ хочет прокомментировать результаты. Анна, а если вопрос нет, можно я задам вопрос Анастасии Морозовой, если Анастасия, вы на связи? Попробуйте. Да, да, я на связи. Здравствуйте. Да, Анастасия, здравствуйте. Рад, что вы у нас такой тоже постоянный слушатель. Анастасия, вопрос следующий. Вот мы в прошлой нашу сессию очень, наш коллега, очень, видимо, грамотный специалист, задал очень хороший вопрос касательно нашей работы с, ведь мы же понимаем, да, нашей работы с государственными органами и государственными организациями. Мы же понимаем, что мы находимся, как предпринимательское сообщество, работаем в зоне, где мы по-любому должны плотно взаимодействовать с государством. Значит, здесь у нас, ну, кто наши прямые контрагенты? Это структуры, которые занимаются сбором информации, мониторингом, отвечают за реагирование на какие-то проблемы. И это Минприроды, целый спектр агентств федеральных и служб, которые отвечают за взаимодействие по группам, как бы, природных ресурсов. Это и Росводресурсы, и Росрыболовство, и Росресхоз, и Роснедра, и много всего, много всяких структур таких. Вот мы, наверное, и когда мы, все-таки, карта будет формироваться, да, мы подойдем, наверное, к защите или к той процедуре, которую мы, как бы, хотим. Да, и в рамках каждых вот этих структур есть вгупы и всевозможные подвесностные организации, которые занимаются вещами, которые для нас значимы, для развития рынка. Вот, если у вас какая-то рекомендация, и, в принципе, чем раньше мы начнем их вовлекать в орбиту работы совместной, тем для нас будет правильней, потому что тем меньше вопросов мы получим, и тем проще нам будет выстроить взаимодействие. В этой связи, как вы нам советуете к этому делу подойти? Я уверен, что вы ведете на уровне платформы свою работу по выстраиванию и глобальному, как бы, стратегическому позиционированию НТИ в рамках, вот, в нашем государственном контексте, в контексте госпрограмм. В этой связи, как сделать так, чтобы наши усилия, как бы, во-первых, пошли в русле ваших усилий и вошли в резонанс с ними, в позитивный? Вот, может быть, вы дадите рекомендации, на какой стадии вы нам советуете такой контакт инициировать, и каким образом это сделать? Спасибо большое за вопрос. Смотрите, на самом деле мы получаем его практически от каждого рынка, и здесь комментарий, ну, очень симметричный, вне зависимости от того, с каким рынком мы работаем. Государственные организации и, уважаемые чиновники, у них есть, ну, понятная основная функция, им нужно поддерживать стабильность и устойчивость процессов внутри государства, и в этом нет никаких, ну, противоречий, это их правильная, как бы, задача. Мы же с вами, то, чем мы сейчас занимаемся, да, мы думаем над прорывными инновациями. И если вот именно на этапе форсайта, на первичном этапе форсайта мы будем себя ограничивать существующими нормами и правилами, существующими подходами или планами министерств фаилов, то никакая большая идея внутрь вашего финального документа вообще не закрадется. Вы будете заниматься цифровизацией существующей отрасли. Поэтому наши рекомендации абсолютно всем группам форсайта на этапе вот этого первого создания концептуальной карты никоим образом представителей фаилов не вовлекать. И единственное, как бы, где это происходит уже, это когда вы доходите до такта запроса к органам власти, да, вот здесь вы начинаете, как бы, думать, а к кому именно вы эти запросы будете делать. Ну, то есть, к каким именно фаилам, да, потому что, ну, на каком-то этапе вам нужно будет выбрать один курирующий фаил, одно курирующее министерство. Ну, не может быть их много, все равно ответственно министерство будет в конечном итоге одно. Поэтому ваши, как, ну, идеи и, да, или стремление проконтактировать с органами власти, они понятны и похвальны. И до этого мы обязательно вместе с вами дойдем, но это должно произойти уже после того, как вы поймете, каким образом ваш рынок кардинально меняет существующее положение. То есть, если говорить о, как бы, методах мышления, сейчас вы работаете на расширение сознания, идеи, да, а потом пойдет работа на, как бы, приземление и сужение. Вот до тех пор, пока вы вот до этого самого широкого куска не дошли, пока вы не придумали, ну, историю, да, или, там, сегменты, бизнесы, которые полностью поменяют нашу жизнь. Сужаться нельзя, иначе вы приземлитесь слишком рано, и у вас, ну, получится мелкая карта. У нас вот сейчас только что на геймнете была, как бы, да, защита, и там была очень интересная дискуссия. И, конечно, коллеги рассуждали о следующем, что вот в тот момент, когда появилась там дорожная карта нейронета, то одна из таких смелых прорывных идей, которые в дорожную карту нейронета заложены, это то, что в какой-то момент у нас интерфейс человек-компьютер вообще перестанет быть в привычном нам виде, в смысле того, что вот есть, ну, некое устройство, да, и есть человек, а это будет интегрировано в какой-то единый механизм, да, когда мы общаемся с, условно, с компьютером, да, или с вычислительной машиной в беспрерывном режиме, без привычных нам на сегодня интерфейсов. Понимаете, вот это вот уровень прорыва, да, о котором они там думали в какой-то момент. Вот вы сейчас должны дойти до такого же уровня прорыва. Любой чиновник вас тут же приземлит, а что мы будем делать на следующий год? Нет, мы такие законы никогда не примем. Так что, извините, что, наверное, я, может быть, долго вам отвечала, но, как бы, обязательно дойдем до этой задачи, но не сейчас. Анастасия, спасибо. Очень важная вводная. Она, нас, мы воспринимаем ее как еще один карт-бланш на творчество, да, и на развертывание, и вдыхание жизни в те идеи, которые могут родиться. Они должны быть практически уровня сумасшедших идей. Спасибо. Понятно. Вы можете поддержать дискуссию и сказать, я отмечал в презентации, ну, может быть, сейчас как раз полезно было бы раскрыть это. Еще раз хочу подчеркнуть, что уникальность и конкурентоспособность рынка ЭКНЭ в том, что это НТИ, новая экономика, экономика замкнутого цикла. На сегодняшний день те страны, которые от стратегических заявлений приступили к реализации практической, реально, в том числе, происходит и трансформация государственного управления. Почему? Потому что нынешняя экономика является линейной, и все органы государственной власти выстроены с учетом этой экономики. Это и понятно, и объективно, и исторически доказана правильность такой методики. При переходе к экономике замкнутого цикла меняется форма управления рынками и форма управления государственной. Идет переход от линейного управления, то есть от формирования отраслевых министерств или отраслевых комитетов, если говорить о городском управлении, к проектному управлению. И на сегодняшний день многие уже, в том числе и в мировую практику посмотрите, эта трансформация происходит. И таким образом, и мы с вами сталкиваемся с вами, например, вот приведу пример на примере чистых технологий. В городе Санкт-Петербурге не существует ни комитета, ни государственного органа власти, ни подведомственного органа, у которого в названии или в его инструкции было бы написано чистые технологии. Не существует. Это, с одной стороны, не позволяет взаимодействовать с конкретным комитетом, но, с другой стороны, позволяет решать все задачи и в то же время существует. У программы развития кластера и подписанных соглашений с губернатором Санкт-Петербурга это все реализовалось в рамках так называемых проектных офисов. То есть, когда принцип одного окна, когда мы обращаемся к государственному органу власти к кому-то одному, и он решает внутри себя, используя линейную систему, проектную задачу, и точно так же к нам обращаются из профильных министерств или через это проектное окно, ставят перед нами задачу, и мы уже внутри кластера, используя те же линейные методики управления, взаимоотношения, решаем проектную задачу. То же самое результат, если мы сформируем такую дорожную карту, и она получит свое оформление, то в том числе и будет трансформироваться законодательство, а вслед за ним и будут трансформироваться государственные органы власти в связи с тем, что экономика переходит от линейности к экономике замкнутого цикла, и будет трансформация социальных государственных органов власти. Так что это задача амбициозная, но и наша-то с вами задача профессионального сообщества сформулировать соответствующий социальный заказ и определить те сегменты, в том числе и мирового рынка, в рамках которого эта трансформация для нашей экономики будет максимально успешной. Не забывая о том, что государство существует на налоге добросовестных налогоплательщиков и в первую очередь решает текущие задачи, в том числе заботится о сирых, бедных и убогих. И только потом уже финансирование и прочее, что в дальнейшем. Спасибо большое. Спасибо, Николай. Еще раз. Кто-то хочет дать обратную связь группе, задать вопрос или прокомментировать что-либо? Я, рабочая группа Иконет, хочу акцентировать внимание участников. Может быть, чат не все читают? То есть прошу всех неравнодушных к рынку, кто присутствует, заполнить анкету, несложную, чтобы мы зафиксировали ваше присутствие в кругу экспертов, с которыми мы можем дальше советоваться и выяснять ваше мнение по тем или иным вопросам. Да, коллеги, обратите внимание на чат. Сейчас там размещалась анкета. Все, кто хочет присоединиться к группе, пройдите, пожалуйста, по анкете. Заполните ее. В целом, получается, больше комментариев и обратной связи для группы нет. Коллеги из рабочей группы Николай, Сергей, Ильдар, еще что-либо хотите прокомментировать? Да, спасибо, Анна. Я хотел бы обозначить, вот я как раз научился одним глазом смотреть в чат, и здесь я вижу комментарии по поводу от Татьяны Ковалевой, значит, по поводу ссылок к программным документам Римского клуба. Ну, что хочется сказать, что да, действительно, сохранение нетронутых природных систем – это важно, и такая концепция существует, она будет развиваться, и у нас в стране есть целый блок природных комплексов, которые зарезервированы. Это государственные природные заповедники, это считаются как вот такие депозитарии нетронутой природы, там действует особый режим, и, естественно, мы вот в слайдах, которые вы видели, там есть такая работа, обозначенная как планирование деятельности на стыке с нетронутыми природными системами. Вот это оно есть. То есть ограничение воздействия на такие природные, как бы депозитарии девственных природных возможностей. Вот, это первое. Второе, ну, про рождаемость, ну, понятно, что я не буду это комментировать, значит, это Россия, это наша проблема демографическая, я думаю, что где-то кто-то может к этой позиции Римского клуба относиться там с большим вниманием, кто-то меньше. Наша задача рождаемость поднимать, вот, и, ну, как бы мы, если от нас что-то будет зависеть в плане рынка, то, конечно, мы на эту национальную задачу тоже будем работать. Вот, и следующая задача, следующее, что было сказано, значит, так, нулевой антропогенный след, вот, то, что нам так блестяще доложил Николай Владимирович Петеримов про замкнутую экономику, она же циркулярная, она же замкнутого цикла, значит, это вот оно есть. Да, то есть вы работаете с, вы потребляете, вы как бы замыкаете цикл производства, и здесь и чистая переработка, глубокая переработка природного сырья, здесь и переработка вторичного сырья, то есть тоже мы эту задачу намерены решать. Спасибо. Спасибо. Есть вопросы по анкете, вы проходите по ссылке на Лидер.Ид, это анкета для вступления в группу, и потом коллеги будут уже по заявкам отрабатывать дальше. Плюс вопросы можно будет задавать в чате, ссылкой на анкету и на чат в нашем чате Зума. Коллеги, еще кто-то хочет прокомментировать? Если больше вопросов нет, то предлагаю завершать. Еще раз прошу обратить внимание на анкету, кто хочет присоединиться к группе, и тогда все. Вы знаете, Анна, еще может одно объявление. Мы сейчас запускаем целый ряд процессов параллельных, направленных на то, чтобы дозагрузить нашу группу идеями, проектами, предпринимателями, профильными экспертами. И сейчас в рабочем режиме организуем уже параллельно с форсайтом целый ряд консультаций и очных, и заочных, и через видеоконференц-связь с профильными предпринимателями. Поэтому те из вас, кто чувствует в себе силы или знает кого-то, кому поддержка иконета может быть интересна, смело выходите на связь. Мы вас заслушаем и будем дальше думать, что с этим делать, как это все на пользу развития рынка использовать. Спасибо. Предлагаю завершать нашу встречу. Всем большое спасибо за участие. Спикеру, спасибо за выступление. До свидания.